Милицейскую собаку Кинга наградил министр внутренних дел. Пожал лапу, подарил именной ошейник и мешок корма. Кинг стал знаменит. Буквально за несколько дней до награды Кинг помог милиционерам раскрыть резонансное преступление. Уличный барабанщик забил стулом знакомого и отправился выступать в центр Тирасполя. А Кинг помог найти преступника. Как милицейские собаки становятся такими умными? Что еще они умеют? Чтобы узнать это, Эльдар Джабраилов отправился в собачий питомник МВД. Комиссар Рекс, Мухтар, Хуч – все это звезды фильмов про собак-сыщиков, которые выходили на след преступников разного уровня. Я считаю, этой кампании нужен новый король. Знакомьтесь, Кинг – гроза приднестровских хулиганов. Ваня, каково это – воспитать собаку-героя? Ну, это большой-большой труд. Каждодневный, из года в год. Кинг чувствует себя героем или для него это обыденно все? Ну, окей. Собака знает, что надо работать. У него был какой-то праздничный ужин после того, как он нашел барабанщика-убийцу? Нет, все стандартно. Согласно установленным нормам ветеринарным, кушает свою кашку со всеми добавками. День кинга проходит в зависимости от того, на дежурстве он в этот день или нет. Ага, потому что у них еще расписание, да? Конечно. Стандартно у них утром кормление, после которого по нормам положено минимум полтора часа отдыха. А если я его возьму, можно, да, нет? Или он не будет меня слушать вообще? Ну, будет унесенный ветром немножко. А ну, давай. У меня просто тоже дома собака есть. Кинг, 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 Кинг. Что надо сказать, чтобы он сел? О, красавчик, ничего не надо говорить. Он просто сядет. Красавчик ты мой. Умница. Ты говорит, давай. Вот так, Кинг меня слушает уже. Подожди, Кинг, я должен вместе с ним, да? Нет. Кинг, я не могу. Красавчик. Именно Кинг, друзья, помог задержать барабанщика-убийцу. Сейчас мы выйдем за территорию дрессировочной площадки. А почему? Для чего? Для того, чтобы собака привыкала работать в разных условиях. Это для нее очень знакомая территория. Человек нам проложит след. След будет горячим. А, вот это оно и есть по горячим следам? Да. Как будто сейчас в каком-то сериале, я не знаю. Круто вообще. Так, рассказывай. До трех часов считается свежий след. Мы выйдем за территорию, человек пройдет. Подождем буквально 5-10 минут и посмотрите, как работает по следу наш герой дня. Это у нас жилой комплекс, место содержания служебных собак. Когда собака лает, это знак внимания ее или она просто хочет полавить? Она предупреждает о том, что на территории находится чужой человек. Сань, это про тебя. Когда... Нам нужен просто человек, да, запах которого она может взять и пойти по этому следу. Это чтобы вы видели, идет собака по следу или нет. Мы пересечем ее след. След невидимый. Он проходит по асфальту, и человек его не видит. Собака чувствует след на молекулярном уровне. До угла ворот, пожалуйста. Меняем местность. Пройдите через бурелом до конца здания. Вдоль здания и спрячьтесь за железную канистру, пожалуйста. Мы смотрим, когда фильмы все про собак, про сыщиков, и они там заметают следы. Там все так хорошо, собака не может найти. Заметая след, мы оставляем еще больше молекул для собаки. Так, так, все, хватит рассказывать. Очень многое мы вам рассказали. В общем, на самом деле в фильмах показывают правду, но не до конца. Поэтому мы тоже некоторые вещи будем не договаривать. Давайте немного усложним задачу Кингу. Я сейчас попробую сбить все-таки след. Вот я тут потопчусь. Здесь Юля вроде ходила. Так, Кинг, сейчас ты ничего не найдешь. Сейчас служебная собака будет идти по следу и искать предполагаемого, будем так говорить, нарушителя порядка. То есть по тому самому горячему следу. Вот собака четко идет по следу. Даже не срезает углы. Мы должны двигаться с темпом собаки. Ага. Смотри, красавчик такой. Вот тут вот он чуть-чуть срезал. Тоже чуть-чуть срезал угол, но тут он идет, ветер навстречу. И собака четко идет по следу. Здесь он уже взял верхнее чутье немножко, уже не так принюхивается. Через бурелом, как шел наш человек, прокладчик следа. Вот поэтому собака просто находит, радуется. И кинолог, и человек, которого она нашла, он ее поощряет, подбадривает. Да, ты красавец, красавец. Нашел Юлю. Юля, что сегодня? Конфетку украла у нас. А ты ее словил. У нас в питомнике находится 21 собака. В основном породы немецкая овчарка и бельгийская овчарка. Малинуа. И единственная наша звездочка лабрадор. Это Бо? Да. Бо! Да, это Бо. Бо, красавица, Бо. У меня тоже дома Бо есть. Собаки занимаются поиском наркотических веществ и взрывчатых веществ. Обучены на защиту и задержание предполагаемого преступника. Специально у нас собаки некрупные обучаются на поиск наркотических веществ. Почему они крупные? Для того, чтобы собака могла залезть везде. Никаких наркотиков, скажи, я не употребляю. Они очень невкусные. Вот невкусные, поняла? Пошли искать, пошли искать наркотики. Бельгийская овчарка. Малинуа по кличке Дарла. В паре обычно лидер-хозяин. Но когда мы просим собаку что-либо найти, мы передаем собаке лидерство и инициативу. Мы не подходим близко. И инициатива передана собаке на поиск. Здесь в паре, в данный момент, когда собака ищет, она лидер. Ага, то есть получается у нас есть определенное место, где точно есть наркотики. А вот посмотрите на поведение собаки. Ага. В основе этой дрессировки лежит игровой метод научения. То есть давай поиграемся и найдем с тобой наркотики. Конечно, конечно. Для собаки это игра. Для нас это работа. На самом-то деле планировали меня переодеть в данный костюм. Мы пробовали и так, и так, и сшивать уже пытались. Но, видите, я вот такой вот большой удался. Поэтому Ваня сегодня заместителем меня. Ну, на самом деле, если честно, стрёмно было. Ну, Ваня красавчик. Сейчас будет проходить задержание. Кинолог Мельниковский Александр со служебной собакой породы бельгийская овчарка Малинуа по кличке Рей. Штурмовая служба. То есть защита, отражение нападения, задержание нарушителя. Полностью собака работает в боевых условиях. Приучена к выстрелам. Бесстрашный пёс. Кинологический центр МВД каждый день на страже правопорядка. Поэтому вы, друзья, сможете спать спокойно.